Тенденция современного хоккея заключается во все большему-большем ускорении скоростей. И этим скоростям необходимо соответствовать. И одним из важнейших компонентов игры является техника обводки. И сегодня ты узнаешь, как прокачать скилл контроля шайбы на максимальный уровень. Усаживайся поудобнее. Мы начинаем. С вами клитотехнист Даниил, тренер хоккейной школы Хоккей Дрим. Сегодня мы разберем, как улучшить обводку и сделаем это в формате предыдущего видео по уровням сложности. Если ты оставляешь комментарии, оставляешь лайки, ты очень помогаешь продвижению канала. Но если ты все-таки не подписан еще, обязательно подпишись, потому что это поможет нам сделать более качественные ролики. Мы находимся на спорткомплексе «Спорт всегда остров». Выражаем благодарность этим ребятам за то, что они нам предоставляют лед для съемок. Погнали! Сегодня разложим элементы от первого уровня до сотого уровня. Из чего стоит начинать технику обводки? Самая важная вещь, которая позволяет тебе грамотно вести шайбу, владеть ее, это хват клюшки. Это, наверное, одна из самых важных вещей в технике обводки. Начинающий уровень. Хват клюшки. Верхняя грань вот эта вот должна лежать между большим и указательным пальцем. У нас вот есть здесь линия защиты, и верхняя грань должна четко примыкать вот к этой линии защиты. Второй момент. Рука не должна перекручиваться, и черенок клюшки должен полностью лежать в руке. Он не должен торчать, это не позволит твоей кисти двигаться в полную амплитуду. Полностью в руке дриблинг осуществляется вот от этой, от верхней руки. Поэтому, когда ты ведешь шайбу, самое первое упражнение, с которым ты можешь начать, это попробовать вести одной рукой и делать вот такие движения, напоминающие поглаживание. Самая частая ошибка заключается здесь, что мы зажимаем руку и начинаем долбить клюшкой. Опять же, нам нужно научиться вести, поглаживая шайбочку. Как только ты понял движение вот этой верхней рукой, ты можешь начинать вести двумя руками. И тебе здесь нужно просто вести, поглаживая шайбочку, нижней рукой не зажимая клюшку, а плавненько ее придерживая. После того, как ты понял, ты выполняешь это с удобной стороны, ведешь. Старайся не прижимать себе руки, они у тебя тянуты, и у тебя должны быть свободные движения, чтобы тебе ничего не мешало, корпус не мешал. И более трудные упражнения – это с неудобной стороны, выполняешь то же самое. Все эти упражнения ты выполняешь на месте. Это самые базовые упражнения, чтобы понять саму механику обводки и, соответственно, перейти к более трудным движениям. После того, как у тебя хорошо начало получаться, ты можешь приступить к выполнению дуги. Ты катишься в движении и выполняешь дугу в одну, в другую сторону. Стараешься не смотреть на шайбу и так, чтобы у тебя ноги ехали независимо от движения рук. Опять же, чтобы тебя за шайбой постоянно не болтало. Четко выполняешь движение по прямой. Средний уровень сложности. Следующее упражнение – это широкий дриблинг. Тебе нужно взять и двигать шайбу с максимальной амплитудой. Во время этого движения обращай внимание на то, чтобы у тебя руки четко сходились. У тебя не оставался здесь промежуток, а они четко совмещались в одну, в другую сторону. Это поможет тебе обводить соперника с максимальной амплитудой и тем самым в обводке максимально увеличить шансы на успешное выполнение какого-либо действия. Итак, широкий дриблинг в одну, в другую сторону. Ноги у тебя смотрят четко по прямой, они за тобой не болтаются. Стоишь по прямой и передвигаешь шайбу из одной в другую сторону. После того, как ты научился делать широкий дриблинг на месте, ты можешь приступать к широкому дриблингу в движении по прямой. Ты выполняешь широкий дриблинг и катишься по прямой. По мере закрепления этого движения ты можешь прибавлять скорость обводки, отрывать потихонечку шайбу от глаз, и смотреть главное на то, чтобы у тебя ноги не болтались, чтобы ноги смотрели четко по прямой. Продвинутый уровень сложности. Выполняем обманные движения и следующее упражнение это обыгрыш. Ты должен разогнаться, качнуть в одну сторону, уйти в другую. После этого можешь выполнить бросок. Если ты не знаешь, что это за бросок, мы прикрепим ссылочку на видео, мы его подробно разобрали. Получилось просто пушка, поэтому обязательно посмотреть. В развитии любого навыка нам нужно помнить, что у каждого хоккеиста есть удобная сторона, в которой нам всегда просто делать. Есть неудобная сторона, в которой делать чуть-чуть потруднее. И каждое упражнение выполняй сначала в удобную сторону, чтобы твой мозг понял правильную механику, а потом выполняй в другую сторону, в которой тебе немножко неудобно. Разогнался, качнул, после этого переехал. Следующий элемент это подводящиеся упражнения под себя. Это обычный треугольник, который мы делаем на месте. Уводишь шайбу, завел и подтягиваешь к себе. Делаешь акцент на том, чтобы ты, когда оттянул сюда, у тебя руки вот в этом положении совмещены. После этого ты подтягиваешь к задней ноге и выполняешь опять движение. Еще разок более медленно. Оттянул, совместил, добавил амплитуды, немножко убрал ногу, подтянул, убрал дальше. И выполняешь такие движения как можно быстрее. По мере закрепления этого элемента поднимаешь глазки. У меня, допустим, не получается это сделать. И начинаешь немножко, понемногу, понемногу ускоряться. И делать это упражнение как можно быстрее. Поднял глазки и выполняешь как можно быстрее. После того, как ты научился делать галочку на месте, ты можешь потихонечку переходить под себя. Для этого ты должен разогнаться. Качнуть обязательно в бок, совместить руки и убрать шайбу с движения. После этого можешь выполнить бросок поворотом. На тридцать пятом уровне сложности мы выполняем под себя с помехой пикнера. Переходим к более трудным упражнениям. Здесь уже нужно подключать голову, потому что не все у нас в скиллах. Некоторые моменты нужно выполнять с головой. Итак, вираж плюс ведение вокруг шайбы. Раз, два, на третье движение ты делаешь вираж. И погнал. Выполняешь вираж и двигаешься вокруг шайбы. В удобную сторону, но также не забывай про неудобную сторону. Раз, два, и на третье движение делаешь вираж. Это уже немножко более трудное упражнение. Убирая руки, пытаться убирать на третье движение. Следующее упражнение похоже по аналогии, но выполняет через корабль. Ты также подъезжаешь к шайбе. Раз, два, и на третье движение делаешь корабль. И после этого потихонечку с помощью оборванного корабля набираешь скорость. Если ты не знаешь, как делается оборванный корабль, вот здесь вот мы прикрепим ссылочку на видеоурок. Обязательно посмотри, там есть все технические нюансы. Всем хочется научиться обыгрывать как овечкин, поэтому следующее упражнение это подпускание между ног. Ты стоишь, увел руки назад и выполняешь подпускание, бьешь шайбу в дальний конек. Если ты научился делать это на месте, ты можешь потихонечку переходить к упражнению в движении. Катишься и потихонечку начинаешь выполнять это упражнение в движении. Есть усложнение, прокидка между ног с неудобной стороны. То же самое, можешь отработать, потому что бывает этот элемент тоже тебе нужен, ты с помощью него можешь забить гол. Следующее упражнение это подпускание между ног в движении. Ты катишься, качнул в одну сторону, убрал шайбу, подпустил между ног и выполнил бросок. 65 уровень сложности в подпускании между ног с пассивным трессингом соперника. Уровень сложности профи. Переходим с тобой к более трудным упражнениям. Следующее упражнение это подводящее упражнение к финту Бидарда. Ты должен катиться и подпускать между ног с одной, с другой стороны. 80 уровень сложности к финту Бидарда с прессингом соперника. Для следующего упражнения тебе нужно чуть побольше шайб. Ставишь их кругом, а в центре одна шайба и выполняешь следующее движение. Смотри внимательно. Раз, два, три, подтянул. Катишься дальше. Раз, два, три, подтянул. Раз, два, три, подтянул. И по мере продвижения можешь начинать делать в корабле и потихонечку ускоряешься. Здесь тебе, обрати внимание, здесь тебе нужно совмещать руки, чтобы выполнять движение с максимальной амплитудой. И тем самым помогать себе обыграть те самые шайбы, для которых нужно вытянуть руки. Следующее упражнение это перекидка. Подробный разбор на перекидку мы уже делали, поэтому прикрепим его сюда. Ставите клюшку перед собой и выполняешь перекидывающее движение через клюшку. После того, как ты научился это делать, ты можешь потихонечку прибавлять то же самое в движение. Тебе нужно разогнаться и выполнить перекидку. 96 уровень перекидка с прессингом и бросок в ураган. 97 уровень перекидка плюс обратный перекидок. Следующее упражнение это совмещение двух обманных движений, обыгрыша и под себя. Выполняется в следующем образом. Первым выполняешь обыгрыш, затем выполняешь под себя. Для следующего упражнения тебе потребуются две шайбы и выполняешь введение двумя шайбами одновременно. Одно обвел, обвел вторую и так далее. Одна, вторая. Здесь ты уже больше развиваешь координацию, чтобы ты смог контролировать сразу же две шайбы. И из этого упражнения вытекает следующее. Тебе нужно одну шайбу поставить между коньков и второй выполнять движение. Это на самом деле достаточно трудное упражнение. Тебе нужно контролировать и одну шайбу и вторую одновременно. Поэтому тем самым ты прокачиваешь свою координацию. Упражнений на самом деле намного большее количество и мы намеренно взяли только небольшой кусочек. Если ты хочешь узнать больше, то приходи к нам на тренировки. Первая тренировка пробная, бесплатная, поэтому записывайся. Здесь мы прикрепим номер. Спасибо за просмотр и встретимся в следующем видео. Не забудь подписаться и поставить лайк.